добрый день друзья очень короткий вопрос может ли геморрой пройти самостоятельно давайте с самого начала вот смотрите в прямой кишке у всех у нас у людей на при в определенных часах в определенных часах в трех местах внутри вот внутри анального канала примерно вот на таком расстоянии имеется скопление сосудистой ткани которую мы называем внутренними узлами и так внутренние узлы есть у всех людей у всех людей вот почему и очень часто когда делают колоноскопию врачи эндоскописты пишут там внутренний геморрой хотя меня болезни нету вот болезнью геморрой мы называем тогда когда эти узлы увеличиваются когда они начинают кровить потом они начинают выпадать потом выпадение усиливается и вплоть до того что вообще узлы и не могут удерживаться внутри они постоянно выпавшем состоянии вот эта история развития как бы очень кратко очень сжатая история развития геморроя теперь может ли геморрой пройти самостоятельно однозначно могу сказать нет но вам ответ мой касается хронического обычного хронического геморроя мы здесь не затрагиваем острый геморрой когда появляются шишка болезненная вот туда вот тут даже если человек не будет лечиться она медленнее но потихонечку потихонечку пройдет потому что там формируется тромб он потихонечку будет рассасываться и потихонечку все как бы станет на свое место хотя после того как пройдет обострение обычно на месте этого тромба возникает избыток кожи и она ну как бы виде бахром очки будет себя проявлять это очень не очень приятно особенно женщинам особенно молодым женщинам но это уже другая история так вот геморрой сам по себе внутренней настоящий геморрой он пройти не может несмотря на множество средств народных в том числе что может может уменьшиться кровотечение да это бывает когда используют какие-то в том числе и народные средства всевозможные свечечки картофельные там скажем ледяные свечки вот кровь может уменьшиться особенно если человек наладил стул если нет вот этого знаете вот когда человек садится на унитаз и начинает вот сильно тужится в этот момент мощный прилив крови прямо вот в органы малого таза узлы они вот был маленький да даже если он был маленький он сразу увеличивается раза в два и где-то кровь пробивает начинает идти выходить наружу если этого нет то в принципе да какое-то улучшение будет но ткань геморроидальная она остается она никуда не девается и если эти жалобы уже конкретные регулярные если постоянно выходит кровь или очень часто выходит кровь если начинает выпадать узлы то здесь уже что-то нужно делать это что-то это либо малоинвазивные методы которые сейчас впрочем все уже коллеги знают и пациенты вы тоже знаете много чего об этом либо это уже радикальные операции вот как-то так вот то что я вам хотел сказать так что пожалуйста не болейте вопросы задавайте на канал подписывайтесь я всем желаю здоровья до свидания